Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 18 января По народному месяцу слову – Крещенский сочельник День, предшествующий Крещению, мало чем отличался от Рождественского сочельника По существовавшим традициям, прибрав дворы, помыв избы И нарисовав мелом кресты по углам и притолокам Отправлялись христиане в храм на праздничную службу Возвращаясь домой с освященной в церкви водой Ею полагалось умыться и окропить избу, хозяйственные постройки Скотину, птицу, улья, а также погреба и подвалы Хотя, говорят, даже снег, выпавший в Крещенский сочельник И речная вода, принесенная в полночь, обладали немалой целительной силой Поэтому их старались сохранить подольше Потихоньку скармливая кором, чтобы лучше неслись И подмешивая в корм скоту, дабы были не зыбки, коровки и лошадки В этот зимний день особенно внимательно за погодой следили И потому примечали Если утром шел снег, надеялись на хороший урожай Метель в канун водокреса снежную масленицу предсказывала И доходный год для пчелиных старателей Ветер с юга задувавший, грозовое лето воорожил А звездная ночь сулила рождение белых ярочек, ягнят И невиданный урожай гороха А чтобы даже самое засушливое лето не погубило ни зернышко, ни яблочко Рочительные хозяева в этот день убирали со стогов снег И бросали его для споренной и подспорья в колодцы Говорят, это помогало сохранить воду на весь год Чтобы узнать, какой хлеб лучше уродиться Оставляли на ночь во дворе по горсти разного зерна На каком нарастало больше инея, тот и сеяли А молодежь в крещенский сочельник Предпочитала о собственной доле узнать поболее Потому что канун крещения или водокреса Считался в народе главным днем святочных гаданий Гадают и в неделю от 13 до 19 января О здоровье, о ситуации, о делах И, конечно, о суженом ряженом Эти великие дни заканчиваются водокресом Сказочным днем, когда вода в открытых водоемах Становится особой, структурированной Как сейчас говорят ученые А почему дни великие? А все началось еще в день рождения молодого солнца Праздника Каледы Когда солнце поворачивается Истончаются границы между мирами И открываются двери в Навный мир Боги и предки приходят к своим потомкам И радость от этого великая Но, к сожалению, и нечистые Навьи Начиная с дня Карачуна Что случается за два дня до Каледы Лезут к нам в Явь По некоторым преданиям Эти незваные гости из Нави Приходят, чтобы коварством и лестью Страхом и соблазнами Сбить нас с правильной дороги В некоторых родах считают Что в течение четырех недель Их присутствие в Яве Незаметно усиливается Они заглядывают в окна Пугают детей Дразнятся и совершают мелкие пакости И только после водокреса 19 января Пропадают и уходят обратно в Навь Неделя перед водокресом Как говорят, считается Страшными вечерами На Руси некоторые славянские рода С Рождества Каледы По 19 января Отмечают большие Велесовые святки Это время магии, гадания, общения с Навью Здесь люди обращаются к Велесу Богочародейства и богатства Наверное, многие знают Что Велеса называют Скотий бог Некоторые трактуют это Как Велес покровитель животноводства Но это не совсем верно Вплоть до Средневековья Слово «скот» означало Не только домашних животных Но и имущество, деньги, богатство Слово «скотолюбие» Означало коростолюбие Скотник – финансовый чиновник Стоящий между посадником и старостой Скотница – казна А также слово «скот» Вобрало в себя и такие понятия Как подать сокровище Бог Велес является богом-покровителем И управителем небесного чертога волка В осворожьем круге Которое расположено рядом с небесным рубежом Разделяющей миры света и тьмы И вышние боги доверили Велесу Быть верховным хранителем небесных врат Междумирья Бог Велес, охраняя небесные врата Междумирья, пропускает Восваргу причистую Души только тех усопших Кто не щадил своей жизни во защиту родов своих Во защиту земель отцов и дедов Во защиту древней веры Которые усердно и созидательно трудились Для процветания своих родов Много написано о Велесе Особо почитается его способность к магии Хождению между мирами И в то же время его любовь к яви К нашему с вами миру Бог Велес всегда олицетворяет всестороннюю заботливость Кропотливое созидательное трудолюбие Честность и решительность Стойкость, постоянство И хозяйскую мудрость Способность отвечать за все свои деяния Сказанные слова И совершенные поступки Велес, рожденный небесной коровой Зимун От нее он получил власть над животными Над домашним хозяйством А от отца рода Он наследовал власть и покровительство над людьми Их повседневными делами, достатком, знаниями и мудростью Во власти этого бога не только явь, а и навь По поверьям он славился, как встречающий у калиного моста И проводящий души умерших в мир вечности через реку Смородину По некоторым мифам воспитывался темным богом Вием Чувствует себя среди страшных темных навей хозяином Именно он может открывать, закрывать и придерживать дверь Между навью и явью Выпуская сюда души предков Чтобы они могли напутствовать нас, ныне живущих Время, когда славяне празднуют Велесовые дни И является тем удивительным временем Когда дверь, как бы она ни выглядела, открыта Время, когда мы как никогда близки к духовному миру предков своих Время, когда мы с большей вероятностью Можем воссоединиться со своим родом и восстановить утраченное Время, когда мы можем спрашивать богов о грядущем И они, как никогда близко к нам подошедшие Могут приоткрыть нам тайну грядущего Помните богов и чтите традиции предков своих Славяне! Братья-месяцы 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 Братья-месяцы